Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И однажды я увидел уборщика нашей школы, он посмотрел на меня, а я на него, и мы начали дружить, и мы говорили о всем, о религии, о войнах, о чистоте, о политике. Мы говорили практически обо всем, и после трех недель такого общения, однажды он посмотрел на меня и сказал, Ник, не, ты будешь оратором, и я спросил, что? Если ты будешь оратором, ты будешь оратором, и я сказал, И я говорю, да ты с ума сошел. И как ты думаешь, о чем я буду рассказывать? Ты будешь делиться своей историей, сказал он. Я говорю, да нет у меня никакой истории. Он говорит, есть у тебя история. Я говорю, да нет. Он говорит, нет, есть. Он говорит, нет, по обедам собирается группа молодежи, и они хотят услышать твои истории. Тебе необходимо поделиться с ними своей историей. А они поделятся своими историей. Хочешь попробовать? И он сказал, нет. Почему ты думаешь, я буду оратором? Мне нечем поделиться. И в течение трех месяцев он уговаривал меня. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я говорил, нет. Нет, нет, нет. И в течение трех месяцев он выкрутил мне руку, и я сказал, да. И я пришел туда, и я пришел туда, и я начал выступать. И я не знал, что говорить. Но когда я закончил, я видел люди crying. Я увидел, что люди не плачут. И я спросил, что они все в порядке? Ага. Ого. Я говорю, что не так? Что с вами? Ничего. А что же вы тогда плачете? Я не знаю. Я просто коснулась от того, что ты сказал. И я говорю, в самом деле? Она сказала, да. Я была удивлен. И я посмотрел ей в глаза. И я заметил, что она приняла надежду. И я не мог поверить в это. И мне понравилось. Это было круто. И некоторые люди брали мой номер телефона. И говорили, Ник, можешь выступить здесь, или здесь, или здесь? И я говорил, хорошо. И так я выпустился из средней школы в 18 лет. И мои родители всегда хотели, чтобы я стал бухгалтером. И мне нужно было поступить в университете, чтобы заниматься этой дисциплиной. И я начал выступать вот там, то здесь. Моя мама? Моя мама? She got a little upset my day. Как-то расстроилась однажды. She said, Nick? Она сказала, Nick, we gotta talk. Но надо подводить. I said, what? Я сказал, что? She said, I don't know what's going on. Она говорит, я не знаю, что происходит. But I need to know the truth. Но я хочу знать правду. Она говорит, вот эти люди, которые приезжают за тобой и забирают тебя в какие-то группы, и ты ездишь и выступаешь. Когда ты приходишь домой, ты счастлив, ты счастлив, и они плачут. Что происходит? Я говорю, я не знаю, что ты имеешь в виду. She said, why are they crying? Она говорит, ну почему же они плачут? I don't know. Я не знаю. She said, what are you speaking of? О чем же ты говоришь с ними? I don't know. Я не знаю. She said, what do you share? Чем ты делишься с ними? I share my story. Я говорю, я просто делюсь с ними своей историей. She said, what's your story? Она говорит, а какая у тебя история? I don't know. Я не знаю. Я не знаю. I can say I don't know. Я не знаю. Я не знаю. Не знаю. I'm here now. Right. I'm here now. I'm here now. She says, so this speaking, is this like a hobby or you're going to do a job? Она говорит, и что это выступление, это ораторское твое искусство? Это что, типа хобби или это как работа? Are you going to be an accountant? Ты вообще собираешься быть бухгалтером? Она говорит, ну я не знаю. She said, okay. Она сказала, ну ладно. Ты на age 19. И так в возрасте 19 лет. I was still doing my degree. Я все еще работал над своей степенью. I got up in front of 300 teenagers. Меня пригласили выступить перед 300 подростками. И я увидел этих ребят, и я был настолько взволнован. Я не знал, о чем с ними говорить. И через три минуты после того, как я начал выступать, люди начали класть. И одна девушка в середине зала буквально начала рыдать. И она подняла руку. И она спросила, извините, что я перебиваю. Можно я встану и подойду к вам, чтобы обнять вас? И прямо перед всеми она подошла ко мне и обняла меня. И она плакала на моем плече. Она говорила, спасибо, спасибо, спасибо вам. И никто не говорил мне, что они любят меня. Никто не говорил мне, что я красива, такой, какая я есть. И я был просто шокирован. Что если бы мне не говорили этого мои родители? Если бы мои родители не говорили мне этого, я уже не был здесь перед вами. И я подумал, сколько миллионов людей нуждаются в том, чтобы услышать это простое сообщение? И тогда я пришел домой. И я сказал, мама, папа, 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 я знаю, кем я хочу стать. Я знаю, кем я хочу стать до конца своей жизни. И мой папа сказал, хорошо. Закончить только с начала институт. И я сказал, да, папа. Мама занималась тем, что она мыла посуду, пустойка и работала. И она так посмотрела на меня, сетка вниз. А я вверх на нее. Она говорит, да, кем же ты хочешь стать? Я собираюсь стать оратором. Она остановилась, она остановилась, скрестила руки, скрестила руки, как так. И она сказала, что? Она сказала, что я хочу стать оратором. Я хочу стать оратором. Она говорит, зачем ты будешь рассказывать? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Окей. Не знаю. She said, well, do you have any invitations? Хорошо, есть у тебя приглашения? No. Нет. How are you going to get them? Ну и как же ты собираешься их получить? Не знаю. Well, do you know many speakers? А знаешь ли ты каких-нибудь других ораторов? No. Нет. Are they going to pay you? А они собираются тебе платить деньги за это? Не знаю. Но если они даже готовы будут тебя пригласить и заплатить деньги, как ты доберешься дотуда? He's there. I had no idea. У меня не было совершенно никакого понимания об этом. Но когда вы знаете, почему вы делаете то, что вы делаете, это дает вам эту смелость преодолевать свои страхи и преодолевать все препятствия. Цель, которая обняла меня, а девочка, которая обняла меня, did they change the speakers? Can you hear me or can you? Okay. So here it is, the goal, I want to help someone out of my body, чтобы люди научились получать надежду, понимать свою надежду. So if I start here, if I start here, how am I going to get there? How am I going to get there? There's so many obstacles. 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 I'm not a speaker. I have no expectations. I have no expectations. I don't know anything about me. I don't know anything about me. I don't know anything about me. But I didn't see that as obstacles anymore. But I don't see any more of these people anymore. I saw that as opportunity. I saw that as opportunity. I saw that as opportunity. If I don't know marketing, it's an opportunity to learn about marketing. It's an opportunity to learn about marketing. Does that make sense? It's clear. So what did I do? And what did I do? I had no money. I didn't know any speaker. I didn't know any speaker. I didn't know any coach. So I just got a lot of list of schools and started coaching. starting because I was talking in a knock. And so I called them by the phone. I called them by the phone. And I started with not knowing what to say. And I started with not knowing what to say. It's because I didn't even know about what to say. 플� aí and then followed them by the phone. Good, saw them 번 поблиошед. Hello. Hello. Hi. H-h-hi. My author too. Меня зовут Ник, у меня нет рук и ног. И она спрашивает, что? У меня нет рук и ног. Она говорит, а как же вы не держите телефон? А я спрашиваю, почему это важно? Может быть, она не верит мне? И я сказал, что я хочу приехать в учебное заведение и выступить. Она говорит, нет, спасибо. И бросает толку. Что же мне делать? Заплакал ли я? Нет. Я был готов потерпеть неудачу. Почему? Потому что я знал, что это будет непросто. Когда вы знаете, что это непросто, вам нужно иметь мужество для того, чтобы преодолеть эту неудачу. Никто не любит эту неудачу. Но неудача позволяет вам приблизиться еще на шаг к успеху. Что же я сделал? Я позвонил в другой учебник. Привет! Привет! Меня зовут Ник. Меня зовут Ник. И я обеспечатель. И я оратор. И я хотел бы приехать к вам. Могу я потом приехать? She said no. Нет. Она. И повесил зону. Two schools. Два учебных заведения. Was it a failure? Yes. Было ли это неудачей? Да. Am I a failure? Являюсь ли я неудачей кому? No. Нет. So I called another school. И поэтому я звоню в третью учебу. And another school. И в четвертое. And another school. И в пятое. 15 schools. 15 schools. 25 schools. 33 schools. 41 schools. 49 schools. 49 schools. 52 schools said no. 52. 52. So what did I do? Что же я сделал? I kept on calling. Я продолжал звонить. And every time I got to go. И каждый раз, когда я получил ответ нет. I got better and better and better. Мне становилось все лучше, и лучше, и лучше. И наконец на 53-й раз. This is how it went. Вот как проходил я. Hello. Welcome. Hello, my name is Nick. I'm a professional motivational speaker. I was wondering if I come and speak to you. I just want to go and sign and speak to you. You want to go and get me out. Что бы я говорил с вашего студенткой о том как бороться с тем, если над ними насмехаются и издеваются в школе, и верить в себя. And she said, Okay. Она сказала, Okay. Yeah. What do I do now? А что ж теперь мне делать-то? Не. Не знаю. Не знаю. Я не знаю. I don't know. Я не знаю. Я начал волноваться. И я начал волноваться. And they said, А-а-а. Can you say? А вы можете заплатить? She said, What? Что? Это не бесплатно? I said, No, нет. There are costs. Ну, там есть некоторые расходы. But how much? Сколько? 50 bucks. 50 долларов. Okay. Хорошо. I'm like this. I said, She said, So when can you come? Can you come next week? Can you come next week? На следующей неделе. I said, Sure. I said, She said, Tuesday. I said, I said, Great. I went to her address down. And so I got her address down. I did her address down. And I said, Okay. And I said, Okay. Thank you. Thank you. Thank you. До свидания! И я ходил в стол и повесил в трубку. А я был настолько воодушевлен этим. Настолько счастлив. И я мог доказать своим родителям, что я могу что-то. Я могу быть рад. Я был настолько воодушевлен этим. И я улыбался. И после этого я посмотрел на карту. После того, как вы позвонили в 53 школы, вы уже перестаете звонить в те школы, которые находятся в вашем городе. И та школа находилась в двух с половиной часах езды на машине. И я сказал... И я сказал... О нет! Какой же это опыт! Я так напряженно трудился. Как же я доберусь дотуда? Это четверг сегодня. А во вторник уже выступать. Может, если я начну так двигаться потихонечку, то я как раз дойду вовремя. И я не попросил помощь у своих родителей, что они не верили в мою мечту. И тогда мой брат в этот момент смотрел телевизор. И вот я вхожу в комнату. И я говорю... Эй! 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 Эрик! О! Да! У меня есть хорошая новость. О, я? Да! Да! Школа хочет, чтобы я выступил перед ними. О! Да! Здорово! Ой, бей, бей а, ты хочешь, чтобы я туда тебя отвез? Ты хочешь, чтобы я тебя туда отвез? В школу? Ты хочешь, чтобы я тебя туда отвез? Пожалуйста! Я говорю, что ты не знаешь! Ты не знаешь? Пожалуйста! Мне нужна твоя помощь, чтобы ты меня туда отвез! Я так трудился. Я позвонил в столько учебных заведений, я должен поехать в эту школу. Он сказал, окей, 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 расслабься. Где это? Когда это? Когда это? Я говорю, а ваш следующий вторник? Аааа, нет, 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 нет. Я занят. Ты занят? Да. Я говорю, что ты делаешь? А что ты делаешь? Ничего. Он сказал, где это? А где это, спросил он? Аааа, это адрес у меня в комнате. Он сказал, окей. Он говорит, хорошо. Нет, я не могу это сделать. И я ушел. Я думал об этом. Я работал так сильно. Я так старался. И я не могу сейчас отступить. Не могу сейчас отступить. И я опять пошел к своим братам. И я говорю, пей. И я заплачу тебе 50 долларов. И он сказал, окей. И он сказал, окей. И вот, теперь мы едем в школу. И вот он ведет машину. И смотрит. И смотрит. И как-то дома начинают куда-то исчезать все. И он говорит, а куда мы едем-то? Я говорю, ты продолжай ехать. А он говорит, а ты хотя бы знаешь, как велика эта школа? И я говорю, нет. Почему нет? Ты что, не спросил? Нет. Нет. И он спрашивает. Ник. Сколько ехать-то? Два с половиной часа. Два с половиной часа? Я говорю, продолжай ехать. Он говорит, так это же довольно долго так. Он сказал, а ты знаешь, сколько ты будешь выступать? Нет. Нет. Он сказал, ты не спросил? Ты что, не это не спросил? Нет. Почему нет? Я не знаю, что я делаю. Он сказал, окей. И он смирил. И он сказал, мы едем в школу. И вот мы едем в школу. И я был так испуган. И я не знал, ни перед кем я буду выступать. И я не знал, какая была моя аудитория. И вот я зашел и говорю, привет. И здравствуйте, учитель. Спасибо за то, что пригласили меня. И я говорю, у меня два вопроса про. Она говорит, да, отошел. Я спросил, как долго вы хотите, чтобы я выступал перед ним? Помните, да, что два с половиной часа туда, два с половиной часа назад. Итого пять часов уже только на данный круг. И это после того, как я обзваниваю пятьдесят три школы. И я плачу своему брату. И то есть очень высокие ставки. И я и говорю, сколько минут я могу выступить перед ним? И я говорю, сколько минут я могу выступить перед ним? И она говорит, аааааа, пять минут, 30 минут! ооооо, оооо мой брат он не смеется а он смеется и людей она и уходит и я думаю на что это круто может быть прах . Может быть большая толпа от колоннек. Может быть это все-таки стоит того? Я говорю, а сколько все-таки будет у вас присутствовать людей? Но ведь мы так воодушевлены. У нас собрались наши десять лидеров. И я сказал, хорошо. И зашел. И выступил. И когда я говорил, маленькие голоса в моей голове Ник, никогда не станешь оратором. Это ужасно. Посмотрите, сколько тебе пришлось проделать, чтобы выступить перед этими десятилетиями человеками. Ты никогда не будешь оратором. Ставься. И вот я сошел. И несмотря на то, что у меня были эти мысли, я все-таки смог выступить. И попрощался с ними. И заплатил своего брата. И всю дорогу назад он улыбался. И я сказал, не говори маме и папе. Только не говори маме и папе. И вот ты прибыли домой. Мама спрашивала, Эй, Ник, как там твоя речь? Она была хорошей. И я объединился в свою комнату. И не вышел на ужин. Я был... И я думал, я, наверное, никогда не был бы спикером. И я заснул. Проснувшись на следующее утро, И я услышал звонок. Очень-очень рано утром. 8.30. Очень-очень рано для тенейджера. И я... Я не буду снимать руку. Буду дальше спать. И я помню, что произошло за день до этого. И мне было грустно. И я был в состоянии депрессии. Мой телефон позвонил вновь. И я думал, что это наконец-то беспокоит меня все это время. Третий раз. Да ладно, ладно. Я усовываю. И я все-таки взял руку. Здравствуйте. 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 Как пожелаете? Как я могу вам помочь? Мы слышали, что вы выступаете перед студентами в школе. И вы рассказываете им, чтобы они никогда не сдавались. Да, это я. Она сказала. О! Мы должны приехать в нашу школу. Вы должны приехать в нашу школу. Вы не понимаете. Мы не понимаете. Мы нужны противоцеловный оратор прямо сейчас. Как мы можем вас доставить в нашу школу? Мы, наверное, думаем, что вы очень сильно занятой человек. И я сказал. Ахм. Ахм. Да. Ахм. Давайте я проверю свой график. И я взял свой дневник, обширил на пустую страницу, еще перевернул пустую страницу, еще одну пустую страницу. И я говорю, как насчет пятницы? Она говорит, хорошо. Я говорю, ну замечательно. Но все, договорились с вами? Подписали договор. Все, заключили в дел. И когда я выступил в школе, еще одна школа услышала обо мне. Сегодня я выступил в той школе, и еще другая школа услышала обо мне. Сегодня у меня 35 000 приглашений, где хотят люди. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Игорь Негода. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Игорь Негода.